Программа «Основной состав» В нашей программе мы говорим о литературных журналах, об издательствах, мы обсуждаем новые книги авторов, мы говорим о литературных профессиях, беседуем с редакторами, переводчиками, литературными агентами и так далее, и так далее. Сегодня у нас разговор традиционный, у нас сегодня замечательный гость, это историк, писатель, журналист Сергей Станиславович Беляков. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели! Ну вот, Сергей Беляков, человек очень в нашей литературе известный и ценители некоторых нишевых направлений развития современной прозы. Это имя хорошо знают, но поинтригуем, не будем сразу раскрывать все карты. А скажем, что сегодня мы, как я уже сказал, обсуждаем сугубо традиционную тему. У Сергея Белякова относительно недавно вышла прекрасная книжка, она называется «Парижские мальчики в сталинской Москве», редакция Елены Шубиной, издательство АСТ. И вот в последнее время, в последние месяцы уже, можно сказать, книга включена в премиальные списки некоторых крупных премий, она получила такой резонанс очень важный. Книга интересная, вот мы о ней с Сергеем сегодня порассуждаем. Но, как у нас вводится, прежде чем перейти к разговору о книге, поговорим об авторе. У нас у программы есть такое антропологическое измерение. Нам очень важно, как люди приходят к тому проекту, который обсуждается в эфире программы «Основной состав». И вот традиционный вопрос я задаю Сергею Белякову. Как получилось, что вы стали писателем, вы учились на историческом факультете Уральского государственного университета, сейчас это федеральный университет, он чуть иначе называется, но суть от этого не меняется. Вы профессиональный историк. Как это все было, в какие все это было годы, и что вас привело в литературу? Скажите нам, пожалуйста. Действительно, сам не ожидал, что окружусь в литературе, а все началось в далеком очень 98-м году, когда я поступил на исторический факультет у нас в Екатеринбурге. И все, я знал, что я зачислен, у меня были абсолютно самые высокие баллы, и оставалось два месяца до начала учебы. И мне надо было чем-то их занять. Поехать куда-нибудь отдыхать я не мог, у меня тогда совершенно не было денег, и я решил написать статью. Как это интересно, еще до поступления. Да, еще написать статью, поставил научную проблему, проблема была такая. Это вы 11-классник? Да, уже не 11-классник, выпускник, уже поступивший, все. И тема у меня была такая, постановка темы была такая, почему ее и Карлович Олеша так мало написал. Как это здорово. 60 лет, он прожил 60 лет, а написал на один томик, по сути. И многие годы он молчал, много разных версий выдвигалось, а я был поклонником, да я и сейчас остаюсь, теории Гумилева. Я и сказал, а можно ли проверить по теории Гумилева биографию Олефи. Я поставил такой эксперимент и пришел к таким выводам. Ну, надо оговориться, все-таки, какого из Гумилевых. Да, да, Льва Николаевича Гумилева. Льва Николаевича Млашева. Николай Степанович Гумилев теории не создавал. Да, да. Льва Николаевича Гумилева, его как раз идея о пастионарности, и вот пастионарность, вражда деятельности, именно то, чего, как я пришел к выводу, не хватало Олефи. Он был очень талантлив, но ему трудно было буквально удержать себя за столом, сосредоточиться на работе. И вот я об этом писал, и вот моя первая статья, она была посвящена именно Олефе, и я ее тогда написал до, по сути, до начала занятия. Скажите, пожалуйста, мы еще будем наверняка говорить о Льве Николаевиче Гумилеве, о Гумилеве-младшем, о сыне двух великих поэтов, о географии, антропологии, замечательном исследователе, очень известном. Но я очень тоже увлекался Гумилевым, Львовом Николаевичем, но все-таки пастионарность применима к этносам, к народам, как я себе представляю, или к отдельным людям тоже? И не переходим мы тут на территорию психологии, нет? Не бесспорно, на индивидуальном уровне она также есть и также проявляется, и сам Гумилев, когда он приводил исторические примеры пастионарности уже на таком персональном уровне, он уже вспоминал про Топопова Вакума, вспоминал Наполеона Бонапарта, то есть обращался именно к биографиям. Ну смотрите, мы на самом деле нисколько не ушли в сторону от темы, потому что мне персонально интересно в том, что пишет Сергей Беляков, именно выбор героя. И набор этих героев абсолютно нетрадиционен, непредсказуем. Вы узнаете, дорогие слушатели, о чем я говорю чуть дальше, а все-таки разница, мне кажется, есть, потому что пассионарный период жизни этноса или народа, как угодно, это период, который наступает и проходит. Да, вот там Александр Македонский, его империя, эпоха эллинизма, и уходит. Ну как бы накатывают волны империи. У многих стран есть такие периоды, когда они становились великими, большая Венгрия, большая Польша, большая Швеция, потом все это проходило. А пассионарность у личности это не проходит, это же не стадия жизни, правильно? Ну, пассионарность этноса, она и зависит от таких личностей, от количества таких личностей в этносе. Чем их больше, тем этнос активнее, в том числе и во внешней, внутренней политике, создает государство, империя, расширяется. Если их число падает, то, соответственно, и такая внешняя агрессивность этноса снижается. Когда их пассионарев не остается, то Римская империя падает к ногам варваров, или там могущественное государство Третьей династии Ура, о котором сейчас помнят только историки, когда это была сверхдержава, когда это была. Оно падает тоже под натиском таких плохо вооруженных кочевников. Понятно. Ну, обычно умирает великий пассионарий, как Македдонский, или кто многие другие, и его наследники делят империю, Карл Великий, уже в таком измельченном состоянии. Прекрасное объяснение. Не уверен, что оно такое проверяемое, но, наверное, это так. Я тоже поклонник Юрия Карловича Олеши. Считаю его выдающимся абсолютно стилистом и писателем тоже. Ну, значит, вы писать начали раньше, чем стали историком, так получается? Ну, я тут не разделяю. Я, мне кажется, работал как историк в это время, может быть, на грани истории литературы. Я написал эту статью. Какое-то время она лежала в столе, потом я ее показал одному из своих учителей, причем не историку-офилологу, Валерию Александровичу Гудову, который сейчас успешно работает в Уральском федеральном университете, и он порекомендовал ее журнал «Урал». Там она лежала довольно долго, в конце концов ее напечатали, пока она там лежала. Мне стали заказывать рецензии, а вот не хотите ли вы попробовать себя в этом жанре? Одну рецензию написал, другую, третью. И так постепенно вошел в этот мир литературный. Вошел сначала как критик и автор этих статей. Ну и журнал «Урал» в вашей судьбе до сих пор. Да, и меня через несколько лет пригласили туда работать. Понятно. Ну, для наших слушателей, скажем, для кого-то впервые, а для кого-то, конечно, просто напомним, что и Екатеринбург, Свердловск в недалеком прошлом — это великий центр культуры, особенно в последние лет 50. Всегда, но в последние лет 50 в очень такой серьезной мере. Не только рок-музыка, не только стихи Александра Еременко, но и многое другое. Ну и журнал «Урал», конечно, это тоже заметнейшее явление на литературной карте. Для вас важно было, что вы «Уралец». Это вы как-то чувствовали тогда? «Уралец» — сотрудник «Урала» или «Уралец»? Нет, «Уралец» — второе. «Уралец» — житель вот этого региона, где, как многие думают, на первом плане такая мифология, слияние производства, с одной стороны, Демидовых, а с другой стороны, всего того, что привело к Бажову. И очень многие именно так строят эту карту «Урала». Или это для вас все-таки маргинально? Ну, вы знаете, современные книги Иванова, Алексея Иванова в «Урале», ну и книги Ольги Славниковой, Маканина — это все «Уральцы» в широком смысле слова. И Пермь, и Екатеринбург, и Челябинск, и Оренбург тоже — это «Урал». Для меня важнее, я, разумеется, люблю свою родину, как в советское время говорили, малую родину, политкорректно. И мне, прежде всего, я ощущаю себя, конечно, русским человеком. «Уралец» — это ведь региональная идентичность, не этнос, не субэтнос даже. У нас, тем более, за XX век население Урала менялось очень часто. Было много потоков коллективизируемых, и едущих на стройки, на стройки коммунизма и так далее. Очень смешное население, поэтому, когда у нас многие любят говорить по уральскому антидентичности, уральскому литературу, нет, уральская литература — это часть русской литературы. Так же, как уральцы — это часть нашей общей России. Другое дело, что, когда живешь на Урале только безвыездно, то и не ощущаешь этого совершенно. Когда поезжаешь в другую страну или даже в другой регион, в другой город, то уже видишь эти отличия, уже только при столкновении с чужим чувствуешь собственную идентичность. И, поезжая в Москву, я какие-то вижу различия, хотя очень люблю Москву. Я почти москвич, потому что у меня много московских родственников, и я здесь последние 20 лет бываю каждый год по несколько раз. Понятно. Но вообще, знаете, вот Лесков тоже не столичный человек, как мы знаем, Николай Семенович Лесков, русский классик, который причастен и Орловской земле, и Малороссийской земле. Он говорил, что русский писатель не может быть питерщик. Ну, Питер – это столица тогда. То есть, вот как раз должна быть эта малая родина для того, чтобы была разность потенциалов, чтобы человек был не только выросший там, не в обиду Петербургу и Москве. Я думаю, если бы я переселился, скажем, я не собираюсь никуда переселяться, сразу говорю, но если бы я переселился в Петербург или в Москву, или в какой-нибудь другой город, то тогда бы я очень ощутил, что я уралец. Тогда мне многое казалось бы чужим, я думаю. Тогда я вспоминал бы, была бы ностальгия. Но поскольку мои визиты в другие города, они все-таки не очень долгими, то я так не успеваю почувствовать такое большое отличие Урала от остальной России. Хотя, конечно, у нас есть свои особенности. Наши уважаемые слушатели тоже, наверное, еще не до конца понимают, что мы уже говорим о книжке, последней книжке Сергея Станиславовича, потому что она ведь про Москву, мы об этом чуть позже поговорим. И я так сейчас думаю, что известный парадокс о том, что Москву любят больше всего те, кто в нее приехали, не будем употреблять такого неполиткорректного глагола «понаехали», как я. Я тоже пришелец в Москве, хотя уже больше 30 лет здесь живу. Я обожаю Москву. Но именно потому, что я прибыл из другого региона совсем. Конечно же, мы знаем эти примеры, когда приезжие очень любили Москву. Но та дотошность и точность, и любовь, с которой вы пишете о Москве, как раз говорит, что вы как бы между регионами. Да. Знаете, что интересно? О Екатеринбурге я бы так не смог написать. Вот-вот, я именно про это. Потому что как рыба, которая живет в воде и не чувствует воды. Если бы я написал Екатеринбурге, для этого мне надо было действительно надолго переехать в другой город. И я тогда бы смог написать. Я думаю, что сейчас вы вывели формулу вашего писательства. Я предложу ее вам, а вы меня покритикуйте, если я не прав. То есть, действительно, вы пишете о людях и событиях, рядом с которыми ощущаете себя, ну, таким интересующимся, но все-таки гостем. Ну, не знаю, какое слово подобрать. Посторонним, да? Не в смысле Альбера Кармю. Ваши книги посвящены, ну, самые известные книги, пожалуй, посвящены, как мы уже говорили, Льву Николаевичу Гумилеву. Гумилеву посвящены украинской нации в эпоху Гоголя, да, и там в названии книги есть формулировка «Тень Мазепы», Гетмана Мазепы. Ну, и последняя ваша книга посвящена сыну Марины Святая. Я думаю, что все-таки это аналогичный случай. Пожалуй, и да, и нет. Потому что, если говорить о Гумилеве или о Шевченко, о Гоголе, то о них я писал, конечно, со стороны. А когда я работал над книгой «Паивские мальчики», то старался как-то и вжиться в судьбу, в жизнь, в мировосприятие своего героя. Это было очень, конечно, нелегко, но способствовали и условия. Я написал эту книгу как раз в разгар карантина, когда нас никуда не пускали, была возможность полностью погрузиться в мир конца 30-х, начала 40-х годов и в судьбу, в биографию своего героя. Понятно. Ну, то есть для того, чтобы вжиться в другие страны, в других людей, нужно никуда не передвигаться. В наших условиях, наверное, это так. Хорошо. Всё-таки, продолжая держать интригу, несколько слов о вашей книге о Льве Николаевиче Гумилёве, которая вышла в 2012 году и имела очень большой успех, резонанс и переиздавалась. Я имею в виду, допечатки тиражей были. Вот фигура Гумилёва, младшего. Что это для вас и что вам кажется главным, что нового вы для себя нашли в этом человеке? Я впервые его увидел и услышал лет в 14-15 на Ленинградском телевидении. Тогда как раз Ленинградский канал стал доступен для Екатеринбурга, ещё, по-моему, Свердловска, как он, наш город раньше назывался. И я стал слушать его лекции, я был потрясён. Ведь Гумилёв был уже очень немолод, он уже пережил инсульт в это время, по-моему, да, пережил. Он уже с трудом говорил, но он говорил потрясающе интересно. Я просто влюбился в эти его лекции, потом стал покупать его книги, очень увлёкся им. Потом, когда я поступил на исторический факультет, я, конечно, стал понимать, что у Льва Николаевича были свои ошибки, и их немало, свои заблуждения, их очень много. Но всё-таки это был бесспорно человек гениальный. Вот именно это слово, да? Именно это слово, я долго над этим думал, он бесспорно гениальный. Он не просто талантливый сын гениальных родителей, нет, он действительно самостоятельный гений. Просто гений тоже ошибается, гений тоже человек. Но и мои коллеги-истоики его часто из-за дела ругали. И русисты его ругали, и востоковеды его ругали. Вы знаете, мне говорили так, мои тоже приятели-историки, что все восторгаются Львом Николаевичем до тех пор, пока не доходит дело до их области. То есть всё остальное со стороны кажется убедительным. Географам, всё кроме географии, антропологам, всё кроме антропологии. Историкам кочевых народов, всё кроме этого. Но это такая натура, может быть, гениальность её или его, этого человека в том, что он синтезировал очень многое. Ведь не было человека с таким охватом разных сфер деятельности. Да. Мы, историки, все специалисты по узким и глубоким темам. Полно таких узких и глубоких специалистов. А Гумилёв принадлежал к этому речащему типу историков, который пытается писать именно всемирную историю. Ведь самое важное, что он сделал, это не в области кочевниковедения, тем более не в области русистики. Самое важное, это действительно его теория, которую он объясняет не весь исторический процесс, но некоторые особенности исторического процесса. Но вместе с тем мы понимаем, куда эта теория входит, в какой контекст. Ведь был Шпенглер, был Тойнби, ну и многие другие русские ученые, которые говорили, что история человечества — это не единая дистанция, где на шкале прогресса народы, опережая друг друга, стремятся к какому-то там псевдосовершенству. А это история разных цивилизаций, разных личностей. От нас эта личность был Леонтьев Константин Николаевич. То есть это, может быть, не так оригинально все-таки? — Да нет. Дело в том, что Гумилёв начинает там, где Шпенглер останавливается и ставит те вопросы, которым Шпенглер вообще не задавался. Шпенглер не знал, в чём причина его это не интересовала, в чём причина расцветов и упадков культур. А Гумилёва именно это интересовала. — Ага, Шпенглер говорит, что вот есть такие-то девять культур. Неизвестно почему. — Ну да. А Гумилёва интересовала. А почему, собственно? А какие законы движут история? И Гумилёв, он был не только в чём-то последователь Шпенглера, он был последователем учёных-позитивистов его времени. И он устроил именно позитивистский взгляд на науку. То есть какой? — И это очень парадоксально, да? — Да. — Потому что он антипозитивист. Так вроде бы выглядит. — Нет, нет, нет. — Он позитивист. — Он позитивист. — Позитивист — это тот, кто основывается на повторимых фактах. — Он считал, что, я бы так это сформулировал, он считал, что нет особых общественных законов. Нет отдельных законов истории. Но всё законы природы. Исторически... В истории действуют не особо исторические законы, а именно законы природы. — Продолжают действовать законы природы. — Законы природы. И он пытался их открыть. — Но ведь Дарвин, Мальтус... — Это другие законы. — Это другие законы. — Понятно. Хорошо. Ну вот вы видели в этом диалоге, насколько всё-таки органично умеет Сергей Беляков смотреть на проблему. Ну что ж, пора нам договорить об этой, на данный момент последней книге Сергея Белякова «Парижские мальчики в Сталинской Москве», где в центре внимания... Расскажите сами, кто? — В центре внимания Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой и его друг Дмитрий Сеземан, сын Нины Насоновой. Замечательный тоже яркий человек. Когда я задумывал эту книгу, я думал, у неё будет два главных героя. Но потом так получилось, что главный герой один, и есть ещё друг главного героя. — Но это не потому, что он сын Цветаевой? — Нет, совсем не потому. Потому что иногда, когда я читаю эту книгу на какой-нибудь двухсотой или трёхсотой странице, мне приходила в голову такая парадоксальная мысль, что даже не важно, что Марина Ивановна Цветаева — гениальный поэт, мать этого человека. Этот человек сам по себе что-то такое субспетия тернатис, с точки зрения вечности очень важная. — Совершенно верно. Я бы и пытался рассказать о нём в отрыве от Цветаевой. То есть, конечно, Цветаевой здесь упоминается много раз. Нет, оторвать их невозможно, конечно, но просто Эфрон — не приложение к своей матери. Он самостоятельная интересная личность, очень яркая личность. Таким же героем мог бы быть и Дмитрий Сызыман, но тут просто, как историк скажу, дело всё в состоянии источников. Хотя Георгий прожил 19 лет, а Дмитрий прожил 88 лет. Но от Георгия сохранилось больше источников, по которым можно писать книгу. — Какая разительная разница. — Я не задумался, 19 и 88. Я знал, что рано и что поздно, но, боже мой, на 70 почти лет меньше. От Георгия сохранился его замечательный, удивительный дневник, необыкновенно откровенный и подробный. Сохранились письма интересные. А Дмитрий, по свидетельству Георгия, он вёл когда-то дневник, но его уничтожил, опасаясь Аэста. Правильно сделал. Но потом он написал мемуары уже в старости. Но когда между событиями прошло 50-60 лет, это уже совсем не то. И мы не видим вот этого 15, 16, 17, 18-летнего Дмитрия во всей полноте, как мы видим Георгия. — А кто такой Георгий? Это такой парижский дэнди, это сноб, это посторонний человек в Москве, это человек, который восторгается Москвой с точки зрения Европы. Я не мог сосредоточиться на каком-то одном облике. Иногда я чувствовал себя внутри картины Пименова, знаменитой, где молодая женщина за рулём автомобиля, в такой импрессионистической Москве 30-х годов, а рядом репрессии. Всё-таки какой он, какая здесь органика? Или это очень суровый, закрытый, резкий, жестокий, жёсткий или загадочный? Что это за человек? Я книгу прочёл на одном дыхании, хотя кое-что всё-таки знал о Муре, как называла Марина Ивановна своего сына. Но здесь странное впечатление. С одной стороны, очень много фактов, точных, проверенных, с такой гарантией историка. А с другой стороны, всё немножко, не то что расплылось, но вот предстало в каком-то таком пёстром виде, который очень трудно собрать какую-то одну точку. Всё-таки что составляет сущность этого характера? На секунду вернусь к прежнему герою, к Альву Гумилёву. У него была даже статья научная, этнос состояние или процесс. И он доказывает, что этнос – это процесс. То есть, этнос постоянно меняется. Тем более, постоянно меняется человек. И Мур, даже в тот короткий период… Да, в своей короткой жизни, он меняется. Он живой, подвижный, не статичный. Хотя, казалось бы, в 1940 году у него жизнь очень статичная. Он живёт в Москве, он переезжает вместе с мамой из квартиры на квартиру. Но особенных событий в его жизни в 1940 году почти нет. Хотя внутренняя жизнь очень наполненная. Но на самом деле он меняется очень значительно и тогда. И он переезжает из Парижа таким… Он не понимает ещё, что он поезжанин. Я сказал, что я не ощущаю себя уральцем на Урале. А вот если я бы прожил там много лет в другом городе, я бы очень даже себя ощутил, наверное. Он приехал в Москву, будучи уверен, что он русский человек, советский человек, что он будущий коммунист, что коммунизм – это счастье всего человечества. Эти мысли ему внушил его отец Сергей Яковлевич Эфрон, который из Белогвардейца стал убеждённым коммунистом. Но вряд ли мама. Нет, конечно, нет. Она, конечно, нет. Она, конечно, нет. Но дети в этом плане находились под влиянием отца. И Айадный Эфрон, которая, конечно, была и осталась, убеждённая коммунистка. И Мор, который был, хотя не останется, конечно, таковым. Он изменится. И уже в Москве он постепенно начинает понимать, что он действительно не свой здесь. Он очень хочет стать своим. Он такой конформист. Он хочет стать русским, советским человеком. И он ругает своего друга, друга Митьку, Дмитрия Сазымана, за то, что тот французит. А вот не надо французить. Не надо сожалеть об Баиже. Надо интегрироваться в советское общество. Но так часто бывает. Помните поэму Пушкина Олега. Он хочет быть, как мы, цыганом. А тут раз и зарезал любимую её нового любовника. Но что же всё-таки препятствовало? А препятствовала, я думаю, его собственная идентичность. Почему я пришёл в своё время к теме Мора? Меня всегда интересовали люди на границе наций, на границе культур. Кстати, таким был Олеша. Он же поляк. Да, конечно. Таким был в некотором смысле и Гоголь. Таким был Короленко, у которого был сложный внутренний выбор. Он мог стать поляком. Ну, кажется, кроме Гумилёва. Здесь вроде бы выбора нет. Да, да, да. Да, да. Хотя нет, Ахматова, там тоже татарская бабушка. Но это всё-таки уже, да. И здесь очень интересно. Мор как раз человек между культурами, между границами. При этом, смотрите, он родился в Чехии. Недалеко от Праги, в Шенорах. Вырос в Париже. Но среди его родных нет французов. То есть, как говорят по крови, хотя терпеть не могу это выражение, он не француз. Но оказывается, что в национальной идентичности важнее всего именно воспитание и культура. А не гены, не кровь. Не гены, не кровь, да. А, конечно, воспитание и культура были от семьи, но не только от семьи. Школа, католическая школа, в которую ходил мор, окружение, улица, всё это на него влияло. Он позднее уже, даже не в Москве, а в Ташкенте во время эвакуации, он будет вспоминать, как о самых счастливых годах своей жизни, о 37-39 годах. Вот в то время, когда Сергей Яковлевич как раз уехал уже из Франции, ему был во многом предоставлен самому себе, потому что у Цветаеви было много другого. Понятно. Он ходил по этим улицам парижским, он ходил по кафе, и вот формировалась его эта идентичность, которая, он этого не замечал, а она формировалась. То есть он становился парижанином, и он приехал парижанином в Москву, ещё это не понимая. И там, в Москве, он постепенно осознаёт, его все считают французом, его все считают иностранцем, его все считают парижанином, и он понимает, да, да, он парижанин. И он начинает уже от этого советского конформизма, конформизмом он и останется, но вот от искренних попыток стать советским, он переходит к этому глубокому французскому патриотизму, к любви к Франции, к мечтам о Париже, которые будут им владеть до последних, видимо, дней его жизни. Вы знаете, ну вот мне пришла в голову мысль, может быть, такая дилетантская, что благодаря Муру мы увидели не только различие, но и родство Парижа и Москвы того времени, да, это очень важно было увидеть. Я не случайно упомянул про картину Пименова, потому что, ну, помните тему фланёра, человека, который прогуливается по Париже, в живописи XIX века она была поднята впервые, впервые был изображён человек, который прогуливается. Вот мне кажется, что Мур смог для нас, для читателей, по крайней мере для меня, читателей вашей книги, помочь увидеть родство между Москвой и Парижем, двумя городами очень публичными, очень яркими, очень коллективными в то время. Ну, я думаю, что, конечно же, говорить об этой замечательной книжке можно долго. Время нашей программы подходит к концу. Мы только пожелаем Сергею Белякову удач на премиальном поприще, потому что книга сейчас находится в процессе рассмотрения разными высокими жюри. Ну, и будем ждать ваших новых работ в Москве и в других городах России ждут ваших книг. Большое спасибо вам за сегодняшнюю встречу. До свидания. Большое спасибо за добрые пожелания, за прекрасный разговор. До свидания. До свидания, дорогие радиослушатели. До новых встреч в программе «Основной состав». Продолжение следует...